А отсюда вы еще красивее! Я понимаю, что вы все уже меня будете ненавидеть, потому что все на обед хотят уже, да? Ну давайте быстренько поговорим о событиях и пойдем на свое событие. Знаете, журнал «Работница» недавно провел конкурс среди своих читателей на тему «Кто лучше знает женщин?» Победил мальчик Петя в 10 лет. Редакция получает письмо от возмущенного читателя. Она говорит «Как так? Мне 65 лет! Я знаю женщин с 15 лет, а вы отдали победу какому-то мальчику Пете». На что редакция отвечает? Ну, на первый вопрос нашей редакции «В каком месте у женщин самые кудрявые волосы?» Мальчик Петя ответил правильно «В Центральной Африке». А вы что ответили? Еще и нарисовали нам! На второй вопрос нашей редакции «В какой орган у женщин самый главный?» Мальчик Петя ответил правильно «В Всемирная Женская Ассоциация». А вы что ответили? Еще и нарисовали нам! И, наконец, на третий вопрос нашей редакции «Чего женщины ждут с нетерпением каждый месяц?» Мальчик Петя ответил правильно «Свежий номер журнала «Работница». А вы что ответили? Спасибо, что не нарисовали еще!» Вот такое событие прошло, знали работница. А у нас с вами свое событие. У нас такой замечательный форум. Знаете, на форуме компании всегда бывают люди, которые первый раз приезжают на это событие. И с ними происходят какие-то, знаете, интересные вещи. И все те лидеры, которые сидят на первых рядах, для них тоже когда-то был свой первый форум, на котором они приняли решение, и именно поэтому сегодня сидят на первых рядах. Когда-то у меня был свой первый форум, первое событие. Знаете, я когда, ну, может, в силу своих стереотипов, не очень оценил важность всего происходящего. Ну, представьте, приехал такой традиционный предприниматель из 90-х. И что он видит? Мужики с мужиками отнимаются, все целуются, какие-то позитивные, глаза у всех блестят. Ну, как я мог воспринять это все в ситуации? Нормально. Но потом, когда стали выходить люди на сцену, в первый день, к обеду второго дня, до меня стал доходить смысл этого бизнеса. Стал доходить, знаете, наверное, вот вся эта индустрия, о которой говорили, я понял, что это намного мощнее, намного сильнее того бизнеса, которым занимаюсь я. Именно поэтому после форума приехал домой, я принял решение, что моя жизнь теперь будет другая. И сегодня очень многие люди говорят, что это вот вы сетевики, там какие-то сексанты собирать свои события, ну, такие. Знаете, сегодня очень много книг по успеху написано. Но в каждой книге одна и та же фраза, как под копирку, знаете, друг у друга переписывают. Там о чем написано? Если вы хотите состояться, если вы хотите быть лучшим в своем деле, вы должны развиваться. А события, неотъемлемая часть развития. И события, они есть у всех, чем бы вы ни занимались. Допустим, вы парикмахер. И у вас, вы хотите стать не просто парикмахером, а хотите быть лучшим в своем деле. И вы посещаете какие-то конкурсы, какие-то мастер-классы, свои тенденции, свои новшества, приезжаете и воплощаете эту свою работу. Допустим, если вы медицинский работник, кардиологи, гинекологи, дерматологи, собирается в свои симпозиумы, конференции, съезды. Свои события проходят юристы. Свои события проводят работники научной сферы. И так далее. Знаете, я был удивлен, что совсем недавно, месяц назад в Минске, в Беларуси, прошло событие сиделок. Сиделки собирались в этом зале. Делились опытом каким-то, выходили на сцену, получали признание свое. Чем бы вы ни занимались, если вы хотите состояться, если вы хотите развиваться, вы будете, всегда будете под событиями. И в нашем бизнесе тоже есть события. Разные события. Но чем мы отличаемся? У нас, знаете, важно, очень важно, временной интервал, за который объявляется событие. Потому что, как говорила Илья Ниченко, можно использовать линейку мероприятий к этому событию. Можно поставить свою личную цель. Сколько моих, лично моих людей, приглашенных будет на этом событии. И у меня для вас замечательная новость. Замечательная новость. Впервые в истории компании, за всю историю компании, первый раз компания объявляет интервал 365 дней. Мы с вами сегодня, за год до следующего события, за год до следующего форума 2018 года, будем знать с вами в этом зале сегодня город, время и место проведения следующего форума 2018 года. И форум 2018 года пройдет в очень красивом городе. Москва! Только я забыл в каком. Недели? Москва! Где пройдет форум, кто знает? Москва! Ну, придумали. Итак, форум. Форум 2018 года пройдет в городе Герои Москва! Знаете, этот город, этот город каждый год посещает миллионы, миллионы туристов. Там есть что посмотреть, достопримечательности, прикоснуться к истории этого города, побродить по улицам, окунуться в атмосферу. И у нас с вами, у каждого из вас, с вами будет такая возможность. Но есть нюанс. Форум не для туристов. Форум — это не событие для туристов. Форум — это событие для людей, которые хотят развиваться. Форум — это событие для людей, которые хотят расти. Форум — это событие для тех, кто решил изменить свою жизнь. И надо, чтобы вы помнили, что в жизни есть два вида событий Есть события, после которых жизнь не меняется А есть события, после которых жизнь никогда не будет прежней Вы знаете, что в 2018 году в Москве пройдет чемпионат мира по футболу Туда приедут болельщики с многих городов со всего мира Поболеть за свою команду Посмотреть красивый футбол, получить свои эмоции яркие Люди далеки от футбола могут сходить на балет Вчера девочки выступали, бывает лирпачка Красота? Я прям удовольствие ощутил Люди сходят на балет и получат свои эмоции яркие Вы можете посетить концерт любимого артиста Какое-то юмористическое шоу, театральное представление И вы получите свои эмоции Но что будет потом? Вы приедете домой, эмоции постепенно уляжутся И в вашей жизни абсолютно все не поменяется А есть события, меняющие жизнь И к этим событиям относится форум Форум компании На форум, форум это вообще праздник На форум приезжают друзья Это встречи с единомышленниками Это новые эмоции, яркие впечатления Но форум это не только праздник На форум приезжают люди Первый раз приезжают И что с ними происходит? У них открывается видение этого бизнеса Они начинают ощущать глобальность этой индустрии И они начинают понимать, что это не какая-то деятельность на короткий срок А это будущее Все тенденции говорят о том Что это бизнес Это индустрия будущего И у них начинает жизнь меняться Жизнь никогда их не станет прежней Они приезжают домой И начинают вести более активную деятельность в нашем бизнесе Но есть нюансы Наш бизнес Это не система быстрого обогащения Наш бизнес Это не какая-то стометровка Наш бизнес можно сравнить с марафоном Знаете, марафонцы Это люди, которые всегда вызывали меня какое-то восхищение Я понимаю, что такое пробежать утром 5 километров Но есть герои, которые бегают по 10 километров А марафонцы Это же ненормальные люди 42 километра Там сколько-то метров, да? Ну как вот, 42 километра бежать бегом А совсем недавно Я узнал о том Что в Австралии проходит Супер-марафон Дистанция 875 километров 875 километров Ребята, это от Минска Через Москву До Калуги Бегом пробежать Нормально? И обычно У профессиональных марафонцев Эта дистанция занимает 6 дней Они там специальные Водный режим Питание специальное У них там Свои спонсоры Риба, Кнайка, Кабидас Все серьезно Кроссовки там специальные Экипировка И вот на старте В 1983 году Этого марафона Появляется Человек На который никто не обратил внимания Он был Пожилой Одет в обычную одежду На ногах у него были Кроссовки Халоши поверх ботинок Но когда он подошел К стойке регистрации И попросил себе номер К нему подходят организаторы И говорят Вы что тут делаете? Как вас зовут? Он говорит Меня зовут Клиф Янг Я хотел бы поучаствовать В вашем марафоне Они говорят А вы вообще хоть когда-то Бегали марафон? Он говорит Никогда в жизни Ну я работаю фермером По суавесу Где-то в горах Когда случается Непогода Гроза То мне приходится Двое-трое суток бегать И фермеры Собирают Я справлюсь Думаю Они говорят Вообще вы понимаете Что это Самый тяжелый марафон? Это самая тяжелая В мире дистанция? Знаете, что он ответил? Запишите себе Прикодится вам Ему шел седьмой десяток Он им сказал Я думаю Никогда не поздно Что-то начинать Седьмой десяток человеку Я думаю Никогда не поздно Чего-то Начинать И когда Ему дали номер Он вышел на старт Знаете, публика Вот эти вот Наблюдатели Они разделились Разделились И Кто-то стал говорить Ты че, парень? Это не твое дело Да ты слишком стар Для этого Да у тебя не та одежда Да ты не та Магуд И были те Кто жалели его Были те Кто решили Что он помрет На этой трассе Поэтому организаторы Кареты скорой помощи За ним пустили По всей трассе Итак, первый день Первый день Вы же на старт Все побежали Конечно, молодые Энергичные Все легкоатлеты Были в возрасте До 30 лет Они легко Оставили его позади И у них была техника Своя стратегия В 18 часов Они бежали В 6 часов спали В 18 часов бежим В 6 часов спим В 18 часов бежим В 6 часов спим После первой ночи Они проснулись Им сказали, что Клифф Янг еще далеко Но он не спал Всю ночь бежал Поэтому не переживайте Он еще далеко Они посмеялись И с хорошим настроением Побежали дальше Так прошел второй день Клиффу побегают Журналистом Говорит, а вы не хотите поспать? Ответ Меня просто потряс Знаете, что он вам Ответил? Он говорит Я не понял вопроса Я сюда спать пришел Или бежать? Чем мы тут Чем мы тут С вами занимаемся? Так пришел Прошел третий день Чеснорный, пятый Но был нюанс Был один нюанс Знаете, какой? За счет того, Что он не спал Все ночи Расстояние между ними начало постепенно сокращаться, 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 сокращаться. И к ночи пятого дня, пока все профессионалы спали, он прибежал и побежал дальше. Когда они проснулись, он был уже далеко. Клифф Янг в свои 61 год смог не только не умереть и пробежать всю эту дистанцию, он выиграл этот мировой, выиграл марафон с мировым рекордом снова. Представьте. Пошел в историю. И сегодня, сегодня у нас с вами стартует свой марафон протяженностью 365 дней. И у каждого из вас есть возможность пробежать его. И не важно, какие у вас инструменты, какой у вас возраст, красотки у вас сверхмодные или калоши у вас поверх ботинок. Абсолютно не важно. Важно, что на финише. Важно, сколько ваших людей будет на форуме. Важно, сколько лично ваших приглашенных людей будет на форуме. И сегодня у каждого из вас, у каждого из нас есть уникальная возможность. Впервые в истории компании у вас есть возможность за год до форума обеспечить себе и своим партнерам место на форуме 2018 года. И только для присутствующих в этом зале, только для участников форума 2017 в Минске у нас с вами будет сегодня уникальная возможность приобрести билеты на форум 2018 года по специальной цене, со скидкой. Да порадуйтесь вы за себя, за своих партнеров. Спасибо. Вы знаете, в заключении хочу сказать вам, чтобы вы поняли, чтобы вы помнили, не забывайте, что каждый из вас уникален. Что каждый из вас, в каждом из вас живет свой клип-я. В каждом из вас живет свой ген победителя. Я желаю вам разбудить свой потенциал с тем, чтобы вы пробежали свою дистанцию 365 дней. И в конце этой дистанции, на финише, вы стояли на сцене, чтобы вам светились софиты, чтобы вас брали интервью, с вами фотографировались, а вас писали в нашем корпоративном журнале, а вами гордились. Вами гордились ваши родители и ваши дети. Спасибо. Спасибо.